МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А не сходите ли в субботу в театр? А сходите ли? А куда? В ангажемент. Например, 12 октября здесь в 11 часов дают волшебный горшочек. Сказочная история для детей от 2 до 4 лет. Потом старая-старая сказка в 12, а вечером в 18.00 на Сферату. Задействованы наши, хорошо знакомые, многими любимые актеры. Стоит посмотреть тем, кто еще не видел. Стоит еще и потому, что уже 17 октября практически вся труппа ангажемента покидает родной город, будет радовать своим творчеством публику Екатеринбурга, потом Челябинска. Но, 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 значит ли это, что сцена ангажемента будет пустовать? И все, что избушка на клюшку? Узнаем у художественного руководителя и директора театра ангажемента Леонида Окунева. Он сегодня у нас в гостях. Леонид Григорьевич. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста, к нам, присаживайтесь. Спасибо. Итак, наши уезжают. Кто приезжает? Кому вы доверили сцену своего театра? Кто это? Наши. Наши, наши, тюменские, родные. Да, ангажемент уезжает, приезжает калейда театр. А, ну то есть вы в Екатеринбург, а они, соответственно. Площадки, они на нашей калейдах, площадки в ангажементе, а мы в Щелкунчике, там театр балета. А это удобно вам будет в театре балета? Ну, удобно, неудобно, но мы договоренно, она шла с лета, и тут же еще нужно учитывать, можно взять там другую площадку, насколько это стоит. Ну, и еще параллельно два дня будем работать на площадке калейды. Ну, давайте, впрочем, о том, что будет проходить у нас. Мы, к сожалению, в Екатеринбург все равно не сможем. По калейду, да, про репертуар, который я вывезу. Так, что они нам везут? Везут. Какие спектакли вы прямо бы лично порекомендовали обязательно театралам посетить? Да вообще надо калейду смотреть, потому что я вчера редкий гость в этом, как ее называют, в интернете. Вот, ну, как, захожу, ну, сейчас это веление времени, и вот смотрел, и оказывается, оказывается, вот... Живой классик, конечно. Ну, да, живой классик, но здесь там есть рекомендации, не ходите, не смотрите, да серьезно. Кто? Да ладно. Серьезно, но мнение зрителя для меня важно, как негативное, как негативное даже большее. Ну, это же прекрасно, когда в культурной среде возникают споры такие. Да, 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 да. Нет, просто не ходите, это не вариант, ходите, посмотрите, и сделайте свой вывод, вот какое должно быть. Или еще театр-ангажемент, вот у него есть такие-такие-такие ряд постановок, а вот там вот то, что вы назвали на сферату или это, укушенное калейдой. Ну, нет, 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 ну это мнение зрителей. Так, никакой театр не может сравниться со 100 долларами, чтобы быть всем милыми, понимаете? Ну, ну да, ну да. К сожалению, это так. Но, во всяком случае, у каждого зрителя, простите, я буду наставить на своем, каждый должен прийти, увидеть и сделать собственное. Ну, естественно, конечно. Леонид Григорьевич, а кто определяет, с каким репертуаром они к нам приедут? Ну, это Николай Владимирович, потому что он сейчас, к сожалению, к счастью, не знаю, он в Москве, и ни много ни мало на постановке в одном из ведущих театров российских, в Ахтанговском театре, вот, калейдар. Ну, вы, Маргарина Григорьевича, прошу прощения, что перебила, посоветовать, что да, вот этот вот зайдет у нас, вот этот вот, ну, посмотрите, может и не зайти. Ну, я, чтобы познакомиться с калейдой, кто-то его знает. Ну, многие знают. Гастроли в Москве, когда я калейде сказал, говорю, ну, ты молодец, за три, значит, поездки ты в Москву взял. Говорит, нет, не за три, за восемь. Вот, и на Страстном, когда они приезжают на гастроли, там, просто, ну, Москва, это огромный город. Ну, Москва, это одна публика, понимаете, Чеменская публика, это другая, вы ее знаете, как никто другой. Московскую? Нет, Чеменскую. Чеменскую? Да, ну, как я ее знаю? Ну, здравствуйте. Ну, вот, приходят зрители, приходят, я вижу, это наш зритель, кто-то... Вы как-то чувствуете вот так? Ну, я вижу, я часто перед спектаклем общаюсь с зрителями, вот. Кто-то говорит, да, я впервые, там, из другого региона. Есть зрители, которые ездят из Екатеринбурга на наши спектакли. А они-то везут полноценные по столовке, то есть с реквизитом? Да, 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 как я говорю, ну, а что там не привезти, четыре сумки декораций? Ну, у них-то, в общем-то, наверное... Нет, ну, у него, у него масштабных таких декораций, как, допустим, ну... У Киркорова? Да, 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 у него... У него, вот, декораций, ну, такой, минимально... Необходимый... Да, да, да. Ну, это минимально, оно и в Екатеринбурге, и в Тюмени, и в других ролях, то есть... Да, да, это вот очень важно. Смотрите, мы ведь прибежались по, значит, по вашей афише, и смотрите, 18 октября они дают шесть спектаклей, 19 октября пять спектаклей, 20 октября шесть спектаклей, мне кажется, что они уедут из Тюмени просто... Выжатые, как лимоны. Нет, нет, это нормально, это нормально для Калида театра, и к чему я сейчас тоже стремлюсь и призываю свой театр, своих актеров, себя, что нужно играть больше. Ну, простите, давайте уж не будем, как бы, скрывать, что нам нужно еще и деньги-то зарабатывать, понимаете, они не мамы небесные, да. А вот и цена вопроса, да, Белецкая. У него на взрослые шестьсот рублей, и на... да, немножко у нас, как говорят, у вас в ангажементе цены демократичные. У нас премьерный четыреста пятьдесят пятьсот. Шестьсот рублей, это не критично вообще. Ну, вот, 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 для вас не критично, а для кого-то привыкли, значит, к ангажементу... Если страны четыреста пятьдесят и шестьсот, ну, сто пятьдесят рублей разница. Ну, да, а в Калида вообще театры у них до тысячи рублей билет. Он же частный театр, он же частный театр, частный театр. И поэтому ему, чтобы выжить, чтобы выжить, ему нужно зарабатывать деньги. Те, как он сказал, тот, ну, вот, допустим, я не буду называть цифру, которую за постановку в Ахтанговском театре он получает. Вот, он, естественно, пускает вот на... ну, отдает... Хорошая цифра такая, да? Хорошая. Ну, такая... А сколько там? Бумфорта, шесть? Там шесть изначально. Хорошая. Когда один из режиссеров, с которым, ну, наверняка у нас будет сотрудничество, и сказал, давай я буду ставить, не буду тоже называть, что, потому что у нас идут пока переговоры. И я говорю, ну, хорошо, ну, давай тогда озвучь, как... Вот твоя... Когда он тоже мне озвучил свою постану, ну, сколько он стоит. Ну, я говорю, у меня таких денег нет, ну, я могу найти, ну, давай будем разговаривать. Он говорит, нет, ну, я-то буду с тобой работать как-то... По-другому. По-другому, да. В региональном кофициальном. В конце концов, да, мы в одном, в первом округе живем. Но это не Калейдар. Вот мы все про Калейду, да про Калейду. А вас-то как вот принимают в Екатеринбурге? Ну, в Екатеринбурге, ну, если говорить о тех... У нас были в основном фестивальные спектакли, как-то Калейда Плейс, вот мы ездили. А так, это гастрольные. Ну, называем, все-таки это гастроли 4 дня. Ну, да. 17-е по... 17-е, 18-е, 19-е, 20-е. И тут же мы уедем на Челябинскую камерату. Ну, вот и посмотрим, если говорят, что вы вообще... То есть для вас это испытание какое-то же, да? Да, да, конечно, конечно. И потом меня еще тоже, хотя и, как говорится, городской парнишка, городской театр, муниципальный, но меня тоже интересует, сколько. Потому что все расходы, если положить на те расходы, транспорт, все прочее, все прочее, и меня тоже это волнует. Там уже без билета, это понятно, покупаются, не покупаются. Да, 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 у нас постоянная связь с Щелкуньшком. Знаю, что в Калейду, на Калейда театр, там мы 2 дня будем там уже, ну, все практически продано. На Сфератову, 6 блюд из 1 курицы и 2 детских. Это на площадке Калейды параллельно. Ага, это вот история, когда театр-ангажемент будет раздваиваться и одновременно спектакль. Да, это параллель играется. Первый день мы играем всем, кого касается, это премьерный спектакль. И тут же параллели я буду, к сожалению, если будет открытие, я не смогу присутствовать, я буду играть на Сферату. Это пьеса Николая Калейды. Можно я, Шелин Викторович, как учитель русского языка спрошу, вот я читала, всем, кого касается, где запятая, почему там нет запятой? Все вопросы к автору. Я вчера так думал, и у Зафлита тоже спрашивала, почему. Ну, автор так, всем, всем, кого касается. А так это касается вот так вот, или касается душа? А вот так вот трагивается. Да, там есть своеобразный язык такой. Вы приедете, посмотрите, спектакль очень интересный, но он идет, пьеса это только у Константина Аркадьевича Райкина. Ага, да? Один драматургический материал, но вот Маша достаточно такой сейчас драматург молодой набирающий, вот, будем ли мы еще что-то ставить? Я не знаю, у нее уже вышла новая пьеса тоже. Ну, еще всем, кому касается же, не все увидели еще. Да, нет, у нас, у нас уже были и премьерные показы, потом у нас специальный был показ, ну, я отсутствовал, педагоги. Ага, да, потому что такая тематика-то. Собирались, и потом было обсуждение, вот. Что сказали? Норматива у нас нет. Сказали? Педагоги что сказали? Ну, сказали, что да, да, это надо, это семейный просмотр, потому что там не только такая педагогическая, что ли, тема, а там, вот. Вам будет полезен, чтобы туда с детьми сходить? Да. Можно с детьми туда идти? Да, да, нужно просто, уже были такие опыты, и когда и ребятам это интересно, и взрослым, там, ну, это надо, это не рассказывать, я надо посмотреть. Вот я специально сейчас не прошу вас там изложить суть, просто приходите и смотрите. Итак, еще раз, с 18 по 20 октября в Тюмени с гастролями будет Каледа театр, напоминаем, в столовке. И реки ужасные. Да, будут и для детей, и для взрослых, но не забываем, что Каледа театр для тех, кто не знает, это уникальный авторский театр, всероссийская театральная достопримечательность его создателя Николая Каледов, мы уже называли его, все называют солнцем русской драматургии, почитают к живым классикам. Так что это событие точно нельзя пропустить, как, собственно, и следующая часть нашей программы, не переключайтесь, вот о чем будем говорить. Смотрите далее. Театр начинается с осени. Чем удивит новый сезон в «Ангажементе»? Друзья, ну что, мы продолжаем наш разговор, да, и мы больше будем говорить об «Ангажементе». О Каледе мы уже, наверное, все обсудили, да? Да. Но, Олег Григорьевич... Да ему не надо. Нет, ну мы должны были проинформировать наших зрителей о том, что у есть такой. Мы же приглашаем наших зрителей, да. Да, да. Собственно говоря, хотелось бы, чтобы в Екатеринбурге кто-то там сейчас в этот момент приглашал. Кто-то уже сидел и приглашал. Да, там их зрителей до вас. Там говорят, что, ну, площадка это более, это же детский балет. Они сейчас, кстати, в это время или уже приехали на Мосфильмы, в павильонах Мосфильма записывали, ну, там передачи, вот один из спектаклей. И эта площадка, ну, будем так говорить, более для детской. Мы так эмоционально говорим, что у вас даже петличка съехала, разрешите, я за вами поухаживаю. А мы в это время еще приготовили для вас сюрприз. Мы просто не терпимся все-таки выполнить то, что мы не выполнили. Два события. Да, да, они имели возможность поздравить вас с двумя событиями в январе. В январе. Что было в вашей жизни в январе? Да, вспомните, что было. Ничего не было. Ничего не было, но мы вас с этим будем поздравлять. Но в один день, потому что 25-е это день рождения Высоцкого и 25-е это... Ну, и второе событие в августе месяце. Вам присвоено почетное звание почетной работной культуры искусств в Тенецкой области. Поздравляем. Звучат аплодисменты. Все наши зрители тоже аплодируют. Спасибо, спасибо. Ну, и тем более же, все это в год театра случилось. Да. Я понимаю, что в вашей жизни каждый год театра. Если задавайте вопрос, вот вам-то в какой роли комфортнее, веселее, интереснее? В роли актера или в роли... Руководителя. ...директора? Какая вам ближе? И та, и та, и та. И та, и та еще какая-то будет? Если хорошо, если хорошо платят. Нет, ну, директора я, ну, как, я как-то, я не испытываю каких-то сложностей. Ну, вот так уж, как говорится, Господь сподобил. После Виктора Сергеевича, ну, вот я встал. Это ноша для вас тяжелая миссия? Или это желанная работа, любимая? Иногда это ноша, иногда это... Ну, я не скажу, как миссия. Но вот так сложилось, скажи мне кто-то, 26-26 театральный. Время-то так... У вас мы заговорили о вас как и руководителя, и как об актере. Да вот в 26-м театральном на сцене вас, зрители, увидели? Конечно. А куда я тенусь? В каких, да, в каких сезонах? Ну, ну, какие, вот у нас еще сезон сейчас не... Год, вернее, театральный не заканчивается. Было семь постановок. В году. В году, да. Сейчас 26-й, и даст Бог, вот сегодня или завтра мы узнаем. Придет информация, на сайте увидим министерство, вернее, фонда культуры. Узнаем, мы подавали заявку. Если еще пройдут две заявки, тогда у нас будет в сезоне 10 постановок. Слушайте, это же много. Ну, это много, это хорошо, это еще тем более, что это будет, ну, как-то профинансировано. Профинансировано. Пока не буду говорить о названиях, потому что название... Чтобы не отпугнуть министерство культуры. Да, нет, а уже явно все там решено, потому что сегодня они подводят итоги. И... Ну, давайте мы все равно не будем, чтобы удача куда-нибудь, не дай бог. Мы хотим от вас профессиональные секреты знать. Вот вы уже сыграли там десятки, если не сотни ролей. Как вам удается сохранять профессиональную свежесть вот этих вот профессиональных чувств? Не выгореть эмоционально. У вас там сотни ролей сыграны, у нас сотни там программ проведены. Мы бы с удовольствием, знаете, советами, вашими советами, как советами старшего товарища воспользовались. Ладно уж старшего, старшего. Я сказала старшего, а не то, что о чем вы подумали. Ну, правда, понимаете. Ну, никаких секретов. Ну, правда, ну, я всегда, я, допустим, ну, я редко сейчас телевизор смотрю, и по времени я смотрю вот на вас, ну, все-таки думаю, ну, как, как, я вами восхищаюсь, думаю, как они свободны. Ну, а что тут? Вы просто любите свою работу и делаете ее хорошо. Ну, это раз Господь вот сподобил так, что дал мне что-то, так, ну, для меня, ну, конечно, приходится и поддерживать форму. В интернет залезать уже теперь почаще. Ну, да, ну, он затягивает. Знаете, а многим какая-то мечта помогает. Вот я иду к этой мечте, вот у меня есть вот эта какая-то цель. Я поэтому мобилизуюсь и иду, иду. Вот у вас есть что-то такое вот? Цель? Да. Ближайшая. Ближайшая? Ну, еще бы, еще бы киношных, еще бы в этом сезоне, ну, парочку контрактов. Мы о театре говорим. А мы, Григорьич, говорим о мечте, мечте. Это честно. Ну, а как, а как, это тоже, я могу сказать, что вот на съемочной площадке там 12-часовая смена. Вот, да, вы знаете, вот, конечно. Ну, она не длится так 12 часов, но я отдыхаю. Просто, опять же, давайте быть им честными, чем больше знают окуневого киноактера, тем охотнее, может быть, кто-то идет в театр. Это же так все связано, помимо того, что... На этом модном слове, синергетический эффект. Ну, не можете, не знаю, не знаю. Тогда просто поверьте. Нет, 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 я как-то в Ермоловский театр звонил и попал в кассу и говорю, ну, Олега Евгеньевича спрашивал, да, Меншикова, и говорю, а как у вас с продажами? Говорят, как, все хорошо, у нас все продано. У нас же Олег Евгеньевич. Про свой театр я такого не могу сказать. Иногда я бешусь и говорю, почему на этот спектакль, ну, не буду называть какой-то там... Пожелаем, значит, ангажемент оншлагов, да, это всегда актуальное пожелание. Нет, я вижу каристики, да, чтобы ваша мечта о двух ролях сбылась, мы этому будем очень рады. Ага. Да, и можно я вот в год театра как бы завершить? Вчера только, вчера у театра ангажемент, ну, очень радостное такое событие. Мы получили 18-ти местный форт автобус, да. У-у-у-у, искусство ближе. Да, и это вот, ну, здесь правительство Тюменской области, ну, здесь еще и прежний губернатор начинал, Владимир Владимирович Якушев, поддержал Александр Викторович Мор, Наталья Александровна Шевчик и Елена Владимировна Майер. Да, да, когда у нас там, ну, были какие-то, что-то там, задержки, все, и она сказала... Что искусство искусство, но хозяйственная часть тоже должна быть закрыта. Нет, а как ехать? Ну, можно взять, комфортабельнее. Ну, теперь у вас есть свое спецназное передвижение, да. Вот на этой позиции мы вынуждены, к сожалению, да. Наша экспертация заканчается. С праздником, Игорь. Спасибо, что пришлось. Спасибо большое. Друзья, не переключайтесь. Да. Смотрите далее. Наша Кармен. Тюменцев ждет новое уличное шоу. Так, вот сейчас вот подожди секундочку. Да, да, да. А вот так вот сделаем. О, слушай, ты фантазии какие-то у тебя, да? Вот весь вид твой будет теперь говорить, о чем будет наше дальнейшее. То есть вид будет говорить, а я могу промолчать. Да, ты можешь сейчас промолчать. Отличный способ я нашел для того, чтобы немножечко... Да, Голя помолчал, но не перебивала. Итак, уличный спектакль под названием «Кармен» готовит к показу молодежного театра «Мимикрия». Мне сразу хочется... Что такое? А, Кармен, да. Моя коллега, в принципе, подходит, наверное, по внешнему виду. Да. Да, на роль Кармена, но не возьмут. Не возьмут, потому что ты не умеешь, во-первых, ходить на ходулях. Ну, не умею. Я уверен, да. Во-вторых, что ты пантомиму можешь подкатить? Нет, не умею. Пантомиму тоже не возьмут. Потому что за постановку этого спектакля, как вы поняли, взялся театр «Мимикрия». У них, как известно, всегда все оригинально, с изюминкой. Впрочем, ну, прямо сейчас все будем уточнять. Я уже могу говорить? Да, давай. Уже хватит видом показывать. У нас в гостях директор молодежного театра «Мимикрия» Полина Захарова. Полина, привет. Здравствуйте. Добрый день. Как и присаживайся к нам. Пожалуйста, ну, смотри, вот мы следим, конечно, пристально за вашим театром. И в этом сезоне, нам кажется, вы делаете какой-то акцент на классику. Сначала был у вас «Онегин», теперь будет «Кармен». Нам нужно какой-то тайный смысл в этом во всем искать, или это просто такое стечение обстоятельств? Ну, я думаю, нам просто нужно радоваться. Это нужно обращаться к такой мировой классике. Ну, наверное, тайного смысла в этом нет. Это просто попадение материала в определенное время в определенных режиссеров. Потому что в нашем театре их два, мы вместе с Майей Шмидс. И это ее замечательная идея. А, например, «Онегин» – это больше как бы вот я почему-то подумала, что подойдет нашим молодым ребятам материал. Мы всегда советуемся, друг друга поддерживаем. Учиться на таких произведениях – это очень сильная большая школа. Слушайте, ну вот один или два раза вы «Онегина» показали? Мы показали три раза его. Это было на день рождения театра в мае. А дальше? А потом уже уличный сезон у нас сразу открылся. А сейчас мы его восстанавливаем и покажем вновь 4 ноября на фестивале театральной революции, который вот скоро уже 20 театров приедет в наш город. Там будет много спектаклей. И мы вот участвуем с «Онегином» в этом фестивале. Ну вот смотрите, сейчас в Микрии зреет идея уличного спектакля «Кармен», собственно говоря. О чем мы говорили всем нашим видом. А я, насколько понимаю, была какая-то заявка на грант. Мы очень рассчитываем, очень ждем победы, потому что спектакль для нас непростой в каком плане. Там новые технические возможности, на которые надо немало денежных средств. Да, сами мы как бы долго можем зарабатывать эти суммы. И мы подали заявку на грант правительства Тюменской области. И среди наших конкурентов мы очень волнуемся и Тобольский драматический театр, и театр-ангажемент. Поэтому действительно волнение есть и присутствует. Дадут, не дадут. Но я ходила защищать проект. Экспертная комиссия видела, как реагировала. И даже сказали, интересно посмотреть, как на ходулях вы сможете это реализовать. А вот какой будет ваша Кармен? Вот такой, как Оля? Или, может быть, сейчас мы можем показать? Кстати, мне понравилось. Несколько... На кастинг уже, Ольга, вы приглашены. Мне ваш вариант очень понравился. Мы подобрали среди известных Карменов. С удовольствием. Вы тоже посмотрите. Покажите нам, пожалуйста, самую первую исполнительницу роли Кармен. Гали Марье. Дальше это Анна Нетребко, да, в роли Кармен. Такой немножко более скромный образ мы видим. Ну, это всем известная майя, да, Плесецкая. Кармен Суита, одноактный балет. Уже бесподобно, конечно, она станцевала. Ну, и вот блондинка в роли. Жатья рулявка, да? Да, да, блондинка в роли брюнетки. Да, блондинка в роли брюнетки, да. Между прочим, Олимпийское золото в Турине. Эта постановка, этот образ ей принесли. И вот ваш-то Кармен. На самом деле, вот Кармен Суита, она легла вас. Основу, как бы, мысли, идеи о спектакле, потому что Майя очень сильно вдохновилась этим балетом. И, ну, в общем, балетом, музыкой. И вот именно там есть, наверное, кусочек того страсти, эмоций, жанра, да, вот, наверное, что-то оттуда будет очень похожее. Как мне кажется, вот по ощущениям, может быть. И к тому же, ведь в нашем спектакле мы, у нас будет хореография на ходулях, то есть это пока что маленькая тайна, да. Но просто будет, вот, ну, более такая большая тайна про то, какие ходули будут. Вот это мы пока не рассказываем. Это не те ходули, на которых мы обычно ходим, а они будут специфические с определенными возможностями. И поэтому, да. Чем больше вы говорите, что это тайна, тем больше мне хочется еще раз пытаться. Да, поэтому наша Кармен, какая бы она ни была, она будет... Не такая, как кара раньше. Она будет везде, ее будет видно отовсюду. Ну, смотрите, уличный спектакль как жанр. Он более сложный, менее сложный. И вообще, как это играть на публике, когда у тебя зритель не там где-то, а вот он. Ну, плюсы, может быть, есть какие-то минусы? Нет, ну, есть, конечно, особенности, потому что на улице может произойти все, что угодно. Во-первых, это погодные условия, хоть дождь, хоть снег, и все это случалось очень часто. И неравненно. Да, за все наши 16 лет на улице это случалось постоянно. Мы играли и в дождь, и в сильный ветер, и были опасности для ходулистов. Но это и придает, наверное, знаете, в какой-то момент это как будто становится одним из партнеров спектакля. Плюс, наверное, здесь, знаете, в чем еще прелесть все-таки? Это очень честный вид театра, потому что ты должен работать действительно на пределе своих возможностей. Если человеку не понравится, он, ну, как бы, возможно, в классическом, ну, то есть в театре он постесняется, не сразу, а тут он просто стоит, смотрит, и в секунду может уйти. А еще партнером спектакля может быть снег или дождь? Ну, я и говорю, что это красиво может быть. Премьера, когда будем смотреть уже? Ну, премьера готовим мы специально на наш юбилейный фестиваль «Сны улиц». В следующем году нашему фестиваль уличных театров «Сны улиц». 15 лет. Мы очень ждем это событие. Мы готовим сейчас творческую программу, разрабатываем. Да, конечно, нам хочется, что уже я подаю во все возможные гранты, на конкурсы грантов уже, ну, как бы, заявки оформляя, потому что мы хотим мощный фестиваль. В очередной раз, такой творческий. Да, и поэтому, наверное, помимо тех театров, которые мы планируем к себе привезти, такие новые, интересные, классные, мы хотим и сами создать какой-то такой новый проект, который будет не просто спектакль, а это, по сути, будет такое современное, интересное, высокотехнологичное шоу. А мы вот ни с капельки не сомневаемся, что все получится. И тоже мы до июля с нетерпением ждем, да, пальчики держим. Да, держим. Ну и на кармен мы, в общем, в первых рядах будем зрителям. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. 60 минут, это, оказывается, не так уж и много. Да, это как 60 секунд, наверное, да, правильно? Теперь тоже с твоей видом показывает. Какая красота только подходит. Да, друзья, если вы что-то из этого часа пропустили или хотите пересмотреть, ищите нас на официальном ютуб-канале Тюменского времени. Осталось лишь кое-что напомнить. Телекомпания «Тюменское время» проводит открытый кастинг телевизионных ведущих. Мы ждем всех, кому уже исполнилось 18, всех, кто хочет стать популярным ведущим и работать в самой большой современной телекомпании Тюменской области. Приходите завтра, 12 октября, в 12 часов к нам на «Геолог-разведчиков-28А». Ну, а пока всем пока-пока. С вами были Ольга Солоницына. И Динамчик. Увидимся скоро. Тебе идет. Счастливо, да? Тебя не возьмут. Тебя не возьмут.